Друзья, все мы с вами просто обожаем ремонт, но терпеть не можем пыль, которая образуется в результате его проведения. Особенно это касается мелкодисперсной цементной пыли, образующейся во время работы перфоратором. Хочу вам показать три совершенно нетрудоемких, простых способа сбора такой пыли. Поехали! Первый способ самый простой, но не самый эффективный. Мы заранее готовим перфоратор, сверло необходимого диаметра, мы заранее готовим удлинитель к шлангу строительного пылесоса. Кстати, во всех трех способах будет участвовать именно строительный пылесос, поскольку бытовой довольно быстро забивается вот этой мелкодисперсной цементной пылью. Итак, активируем пылесос и поехали! Как видно, этот способ все-таки пропускает некоторое количество пыли, но и можно работать без каких-либо специальных приспособлений в одного. Второй способ уже со специальными приспособлениями. Мы берем вот такой канализационный угол, делаем в нем отверстие, так, чтобы оно проходило примерно по центру. Одеваем один конец на удлинитель шланга пылесоса. Если необходимо, то фиксируем. Зафиксировали. Далее вы приставляете это приспособление к стенке, к отверстию, к будущему, и работаете перфоратором практически полностью, пыль будет собираться пылесосом. Недостаток этого способа в том, что, когда вы прислоняете канализационный угол к стене, вы не видите отверстия. Что с ним происходит? Может быть, оно уже довольно сильно рассверлено, нужно что-то подправить, подкорректировать. Вы практически перфорируете вслепую. Поэтому можно использовать какую-то прозрачную емкость. Вот это, например, от корейской морковки. Соответственно, вот здесь отверстие. Так, отверстие здесь. Вот сопло в самом шланге. Вы уже прекрасно видите, что сверлите. И здесь отверстие под бур. Давайте покажу, как это работает. Вы видели, друзья, при работе вот с этими приспособлениями уже пыли гораздо меньше, но ее практически нет. Единственное условие для работы вот с прозрачной баночкой и с канализационным углом, нужен бур подлиннее. Как минимум 10-15 сантиметров. Все. Других условий нет. Работайте, друзья, без пыли. Спасибо за внимание. Надеюсь, ролик был информативен. Подписывайтесь на канал. И всего доброго. Продолжение следует...